Тише едешь, дальше будешь. Эта пословица сегодня актуальна как никогда. За май в трампункты города после падения с электросамокатов обратились 915 человек. Возможно ли избежать несчастных случаев, если придерживаться элементарных правил дорожного движения и предусмотрены ли эти правила? Подробности в следующем сюжете. Электросамокаты сейчас набирают огромную популярность среди городского населения. Это удобно, быстро и не так уж и дорого. Достаточно скачать приложение на телефон и подключиться к электросамокату, чтобы он поехал. Так ли все это прекрасно, как кажется на первый взгляд? Увеличение количества электросамокатов приводит к тому, что возникают обязательно вопросы по их правовому регулированию. В данном случае это касается правил дорожного движения и правил передвижения в зонах отдыха, которые принимаются на муниципальном уровне. По словам Юрия Лукина, не все запреты на электросамокаты будут соответствовать вышестоящим законам. Желание города зарегламентировать все и поставить на жесткий контроль не всегда будет законным. С прошлого года было рассмотрено несколько интересных судебных споров относительно тех, кто катался на самокате. Самый яркий пример это был случай с мужчиной, которого пытались лишить адепатическое удостоверение категории B за нахождение пьяным на электросамокате. В силу того, что сотрудники ГИБДД предстались признать его транспортным средством. На уровне Верховного суда это решение было отменено и человек остался с правами. Существует другая точка зрения, которую неоднократно представители ГИБДД оглашали на пресс-конференциях, что самокаты тоже делятся на разные категории. Есть настолько мощные самокаты, что они должны быть явно транспортными средствами, утверждает Юрий Лукин. Однако владелец компании по аренде электросамокатов говорит, что использовать самокат безопасно, и 99% случаев ДТП это прокатные электросамокаты, и что непосредственно их владельцы более ответственные. У нас в прокате, прежде чем тебе выдать самокат, ты должен в залог оставить паспорт и заполнить акт приема передачи. Поэтому люди, которые берут прокат в стационарных прокатах типа моего, гораздо более ответственно относятся к технике, потому что понимают, что с них спросят за любой косяк. Они ездят на нем гораздо более аккуратно, чем вот эти шареньки, которые просто ужасно относятся к технике, бросают где хотят. Булат Закиров подчеркнул, что Казань готова к использованию электросамокатов. Нужно только законы менять полностью под электросамокаты. По этому вопросу мы обратились и к жителям нашего города. Нужно быть экипировкой, чтобы они ездили и в шлеме, и на коленниках, да. И мне кажется, чтобы они ездили на дорогах, на самокатах. Я совмещаю работу с учебой. Если бы не самокаты, то я бы еще больше опаздывал на пару, чем сейчас. Мне кажется, что для самокатов нужно создать специальные, так скажем, самокаты-дорожки, велодорожки, где, чтобы самокатчики ездили не по всей территории, так скажем, и не сбивали людей, потому что есть и такие ситуации, а по определенным местам. Их количество, мне кажется, с каждым днем растет. Хотелось бы как-то это норматизировать, чтобы была норма, сколько должно быть в городе. Наверное, должны быть какие-то правила, нас нужно регламентировать. Нужно ввести, наверное, какие-то права и, соответственно, разделить ответственность между пешеходами и теми, кто перемещается на самокате. Татарстан стал пилотным регионом, в котором хотят отладить правила передвижения для самокатов. Энджими Небаева, Динара Сергеева, Альяша Кирзянова, Ленардо Влетьяров, Варид Захид Углы, Универньюз.